Дамы и господа, здравствуйте, с вами Варлок и сегодня мы играем в Вайлд Фрост. Самый холодный из зимних и самый зимний из холодных рогаликов. Ну что, давайте начинать. О, чатерс из чата пришел. Варлочек, спасибо тебе. У меня ща много в семье было бед, но когда было грустно и тревожно, я смотрел записи твоих стримов. Сейчас все стало уже лучше и я продолжаю смотреть уже без паник меньше чем три, яд всего три. Чатерс из чата, спасибо тебе большое за донат. Спасибо за 32 сердечка, мы очень сочувствую, что были беды в семье. И что было грустно и тревожно, рад, что сейчас лучше и рад, что помог, помог немного справиться, отвлечься и преодолеть сложные времена. Спасибо тебе большое за теплые слова, рад, что тебе нравится. Спасибо огромное. Чатерс из чата. Победа для тебя, понял? Лично. Вот, победа в этом забеге для тебя, понял? Вот, для преодоления и неунывания. В прошлый раз мы играли за билд на снег, по-моему. Где наш этот? Подожди, а как нам посмотреть команду, которая нас ждет наверху? А, надо в телескоп, да? О, да, госпожа удача у нас была в прошлый раз. Она выиграла. Она взяла в свою команду грибана, который, блин, мы не раскачали вообще не по-адекватному. У него ответные удары, бесцельность. Он накладывает яды, бьет два раза. Ну, госпожа удача, кстати, не очень сильная. Она сама по себе, у нее атаки мало, но жизни много. Тоже два раза бьет. В принципе, кроме вот этих ребят, ну, бивень еще всем дает, кстати, шипы, да. В общем, знаем. Но тут самые опасные бивень и грибан, на самом деле. И мы открыли новый клан. Так что давай сегодня, сегодня тестить новый клан. Так, гномы, буквально. Гимли, Шмимли и Вимли. Так, гном с бородой, кс. И они все с бородами. У них девчонки есть? Или девчонки с бородами? Девять жизней, четыре атаки. Накладывает два мороза. Четыре хода кулдауна. Это очень сильно. Это очень-очень-очень круто. Так. Мороз офигенно силен. Пять жизней, три атаки. А что такие статы плохие? Накладывает один бомб. Получает дополнительный урон от всех источников, не снижается. О-о-о-о. Окей, понимаю. Ощущение, будто ты в космосе летаешь. Ты как луна. У тебя освещена только одна сторона. Ощущение, будто я в космосе летаю. Я как луна. У меня освещена одна сторона. А-а-а. Ты имеешь в виду вот здесь? Да, я сегодня выключил лампу. У меня обычно вот здесь еще лампа за монитором. Светит. Но я ее выключил, у меня глаза болят. Поэтому я сегодня буду... Буду как луна. Не освещен с одной стороны. Для гномов надо билд на пиво. Окей, поищем. Я с гномами согласен. Пиво вкусное. Так. И последний гном. Последний по счету, но не последний по важности. 10 жизней, 2 атаки, накладывая 2 чернил. Заглушает эффекты цели. Вау. Это должно быть самое сильное, правильно? По-любому. Тупо отрубает эффекты. А, давай его брать. Нечего тут думать. Он будет контрить босса. Эпихор, спасибо большое. За донат. А, возвышение повышать. Так у нас максимальное. Мы выше пятого не можем набрать. А нет, шестое можем, смотри. О, шестое набралось. Спасибо большое. Эпихор, за донат. Ланчик дал. Спасибо тебе тоже большое за донат. Спасибо, ребят. Чернила портят пиво? Будет темное пиво. Так, грязный фрукт у нас остался. Мрачный колокол. Некоторые награды будут прокляты амулеты. Такое уже было. Колокол Орды. Уменьшает счетчик волнового колокола. Ооо. Будут быстрее подкрепления приходить. И замерзший колокол. Некоторые враги в замерзших землях имеют солнечные амулеты. Ага. Понял. Хорошо. Может Орду уберем? Нет. Давай доверяемся. Рандому. Пускай рандом играет. И нам нужно взять снегава со снегом для ластбосса. Да? Потому что нам очень нужна заморозка будет. Подожди. А мы переименовали? Нам героя надо было переименовать. Как переименовать героя? Подожди. Стой. Так. Мы берем тебя. Да. Вот так. Окей. Как будут звать гнома, чат? Очень важно. Имя для гнома. Дед? Рокенстон, бразер. Рокенстон. Блин, надо поиграть. Надо, черт возьми, подиграть. Поиграть в этот, в Рокенстон. Пивун? Гномли? Гимли? Урки? Товарин дуба щит. Дед? Ну, хорошо. Ну, я думаю, да. Я думаю, первым гномом... Ничего вы, люди, не понимаете. Чернила дают лишь приятную терпкость пиву. О! Специально для читтерсов. Пиво, пиво, пиво. Всем меньше, чем три. Гном, спасибо за донат. О! Первым гномом был дед. И он родился уже дедом. Всегда был дедом. И всегда останется дедом. Что, дед? Давай, дед. Вперед. На тебе собаку снежную. Вперед. Пиво с чернилами безалкогольное? Я думаю, оно особо просто вкусное. Терпкое. Ну, как темное пиво такое, знаешь, бывает. Гномы. Гномы были мирной расой, которая проводила дни, возясь с конструкторами и создавая великолепные механизмы. Но после дикой бури оставшиеся гномы объединились и разработали новые конструкты, которые помогают им ориентироваться в холодной и суровой среде. Их некогда процветающий город Гноми Лодж был потерян во время бури. Но гномы выстояли. В конце концов, они добрались до Снежвиля и присоединились к борьбе с великой дикой бурей. Круто. А, я там вижу гном, леди гномы. У нее нет бороды, к сожалению. Я надеялся, что будет. Лор шикарный в игре, мне тоже нравится. Давай, дед, покажи им. Смотри, у Снежонга ответный удар. Правильно ли я понимаю, что если дед ударит Снежонга, Снежонг просто ему не ответит. И никогда не сходит. По идее, да. Нита в одиночку это все переводила. Да, Нита. Очень крутая. Она вообще молодец. Давай посмотрим нашу колоду, что у нас есть. Так, Снегафта, понятно. Заводной молот. Две атаки получает плюс одну. Он улучшается с каждым разыгрыванием. Опа, вот это поворот. Так, слушай, у нас есть хорошая стартовая карта. Особенно если мы найдем способ ее играть несколько раз. Снегозука. Накладывает два снега. Точность. Удваивает эффекты, если эта карта самая правая в руке. Ага, пошли у нас механики. Перекладывание карт с места на место, мое любимое. Солнечная шкатулка. Увеличивает атаку на один. Снижает кулдаун на один. Переработка один. И переработка добавляет хлам в руку. Колба с чернилами. Накладывает четыре чернила. Ну, видимо, у гномов фишка это вырубать эффекты цели. Это хорошо. Так, дед, слушай. Примешь удар на себя? Давай, молодец, дед. Сейчас мы молотком снимем одного пенгуина. Этого пенгуина вообще не боимся. Так, снега, ты бей наверх, замораживай. А хотя, что тебе наверх бить? Чем мы можем сейчас снежонга снять полностью? По идее, мне нужно молотки играть, стараться как можно чаще. Да. В теории мы хотим разыгрывать молотки при любой возможности. Вот вообще при любой. Так, а наш дед забыл про ставки, вы правы. Давай, ставки на первого босса, поехали. Проверить чернила на снежонга хотели. Уже не получится, потому что у него жизни не осталось. Интересно, что чернила можно на своих играть. Например, если я не хочу, чтобы снегав кого-то замораживал, я могу чернила кинуть на него. Давай просто разгоним снегава, да? Почему нет? Требует хлам в руке? А-а-а. Шкатулку без хлама не сыграть. Ну, это плохо. Ладно, тогда крутим колоду. А вот хлам у нас есть. Подожди, откуда у нас хлам? Пингун и копейщики. Гоблин. Кстати, гоблина, если чернилами покрыть, он перестанет давать золото. А вот я думаю, тройную атаку пингунов, оно не отключит никак. Хламовник. Хламовник. И во хламовнике. Да это пилки, когда по нему попадают. Ну вот и способ хлам добавлять. Так, ну давай тогда выставлять хламовника. Хламовник. Название классно. А-а-а. Да, мне нравится. Давай молотками. Тогда закидываем гоблина. Ну, честно говоря, пингунов я не боюсь. Даже если они три раза ударят. Но это три урона вообще ни о чем. А, во-первых, мы их заморозим. Поэтому никуда никого они не ударят. И... Давай шкатулкой разгонять Снегава. Снегав красавчик. Вот. Тык, тык. Большой пинг. Получает плюс одну атаку, когда союзник погибает. Интересно. Смотри. Смотри, смотри, смотри. Если мы сначала убиваем всех, а потом чернила кидаем на Пенга. Потеряет он атаку, которую получил или нет? Это отличный вопрос. Гоблину бегают, говорят. Смотри, по три удара молотки. Вообще-то очень жестко. Думаешь, не снимет полученные атаки? Мы сейчас проверим. Специально. Специально проверим. Давайте затестим ради эксперимента. Я не думаю, что мы здесь можем проиграть. Знаменитые последние слова. Но мы проведем эксперимент. Я сейчас молоток кину в гоблина. Чтоб это... Деньгу не потерять. Окей. Пенг бафнулся. И вот теперь мы сыграем на него чернила. Так, здесь у нас два урона. Это так тогда. У-у-у. Подожди. Тут все атакуют. Тут все дерутся. Нехорошо. Снегав выживает здесь. Ломовника. Три жизни. Мы тебя можем просто снять. Ай, мы его можем просто снять. Ну тогда... Блин, что-то я провтыкал. Окей, сколько мы жизней теряем? Три, четыре. Четыре жизни. Не страшно. Сынка моего отправил в путешествие. Он еще малец совсем. Только второе столетие разменял. Неправильный ты выбор сделал. Внучок, надо было меня обрать. А то, сынок мой чудный, все стержни из ручек дома вытащил. Все стержни из ручек вытащил? Вот это да. Прадед, спасибо за донат. Нет, у него осталось две атаки, видишь? К сожалению. Но теперь он не получает бонусы, когда мы сносим союзников, потому что он задебафан. Окей, Снегав, ты там держись, брат. Дед, иди потанкуй немножко. Ой-ой-ой, страшно. Ой, Пэнк сейчас ударит. Окей, нам нужно снимать... Снимать Пэнгуина. Вот так. Дед живет, все живем. Все хорошо. И тут один Пэнгуин. Попробуем комбо сделать. Или не будем пробовать. На нем все еще чернила, смотри. Прикольно получилось. О, точность. Четыре заморозки. Никого не потеряли, все хорошо. Все отлично. И... Молотки по четыре урона. Вообще-то, очень круто. Ты знаешь, у меня сразу идея оставить один молоток, или два, и вкачать их. Сделать им, например, двойную, тройную, четверную активацию, можно собрать гига-молоток. Просто молоток-разрушитель. Чтобы он три раза, например, активировался и три раза бафался. Да, молоток очень сильный. Намного сильнее мяча. Прям круто. К третьей прокрутке колоды они получаются уже на четыре, на пять урона. Это очень сильно. Давай тогда думать вот что. Нам нужно две опции с путниками, или сначала амулет? Мне кажется, что второго путника лучше брать после боя. Либо лучше сразу, чтобы знать, на что мы ориентируемся. Хорошо было бы знать, существует ли редкость путников. Или они одинаковые. То есть, есть ли смысл нам чуть-чуть попозже второго компаньона брать? Чтобы он был более редким и легендарным. Давай попробуем так подумать. Пойдем за амулетами вниз. Одного путника мы точно возьмем, а второго перед боссом уже будем брать. Редкости нет? Понял. Поделись уже русификатором. Ребята, русификатор не мой. Мы с вами русификатор тестируем. Когда Нита решит, что русификатор закончен, то она... Она вот решит. Она у нас начальница. Как скажет, так и будет. Блестешный амулет. Дает 5 золота за убийство. Так, подожди. Пока не экипируем. Сейчас посмотрим, какой у нас будет компаньон. Но вообще амулет жадности на самом деле вначале неплохо. Я бы предпочел что-то боевое. Карты. Кусака, когда по нему попадают, наносит равный урон атакующему. Но это всякая ловушка для боссов. Лама пушка. Срабатывает, когда уничтожается хлам. Хлам. Так, а как уничтожать хлам? 5 урона. Это много. Где брать хлам? Ну, у нас один хлам есть в стартовой колоде. Больше... А вот. Хламовник делает хлам. А уничтожает его солнечная шкатулка. Идет как-то очень, очень, очень... Медленно. Мини-жевун уничтожает карту в руке Нумлин Расходник. Его уничтожает. В смысле, навсегда или до конца боя? Она бесплатная, я вижу на нем Нумлина. Да. И использует только один раз. Сжигает карту. До конца боя. Окей, хорошо. Потому что уничтожает прямо, конечно, этот... Страшно написано. Вопрос. Нужно ли это? Ну, хлам уничтожать можно, да, допустим. Но он сам сжигается тоже. Мы не видели много проклятий. Точнее... Что-то я вообще не помню ни одного проклятия. Проклятия в игре. Как минимум, можно сжигать какой-нибудь молоток ненужный. Но тоже. Выглядит слабовато. С другой стороны, это Нумлин. Поэтому, наверное, надо брать. Фолби. Ууууу, какой. Скевен. И дед. Еще... Еще один дед. А, вот хлам, кстати Привет, Варлэк Без твоих стримов Жизнь скучно Спасибо тебе Андрей Кор, спасибо тебе огромное За кристосердечком Спасибо огромное за поддержку Чедро очень Я очень ценю Спасибо за теплые слова Без проблем Будем делать больше стримов В ближайшее время, когда Меня отпустят От всех Вирусов и болячек Спасибо огромное Ну что, ребят, берем с Кевина 8-5 статы, смотри Добавляет опил Хлам в руку, когда Получает, когда наносит урон Полби дает опилки Когда его бьют Это намного хуже Потому что он может Как кто-нибудь ударит его 10 раз и все Это плохой танк Да, Фолби Ничего личного Не обижайся Но Ну ты не грибан Да С Кевин 5 базовой атаки Это много С другой стороны Дать ему какой-то Мультиудар И уже Внезапно у тебя Будет много Опилок Три хода Кулдаун Маленький Кулдаун Снежиль Дед Снежиль К сожалению С демоническим оком И получает Удваиваемый урон От первой атаки Ну вот вообще Как-то не очень Дед классный Но у него Амулет плохой Чернила Контрят Хлам Вы правы Окей С Кевин Добро пожаловать В колоду С Кев Мы либо найдем Чем хлам Применять Либо действительно Чернила на него кинем Хорошо придумали Чат Я не подумал об этом Угу Разумно Снежкобраз Морозник И мимик Что-то такое у них Набор всех подряд Срабатывает Когда союзник В ряду атакует Окей Надо не дать Морознику Сходить Да Там три хода Кулдаун Мы заморозим Его Да С Кевин Добро пожаловать В команду Хотя мы можем Просто подставить Хламовника И все Давай замораживать Наверное Ты залпом бьешь Но ты бьешь Ах Мы тебя не сильно Боимся А вот морозника Больше боюсь Все С Кевин сейчас Скелл С Кевин Долбит Диджитал И кстати Знаешь что Давай снимем Снежкобраза А почему нет Компаньонов Ты не переименовывал Или не хочешь Пока не будем Пока не будем С Кевин Добавит хлам в руку Когда проатакует Смотри Вот если Может на него Сейчас чернила Кинуть Он не добавит Хлам в руку Видишь Красавчик Просто красавчик Мимика Можно одним Молотком Снять Я не знаю Чего я его В общем боюсь Теперь так Дед Очерняет Морозника Этот морозник Уже Там три атаки Я такой Он ничего не делает Там три урона И мимик ударит Мне кажется Ошибки были сделаны Дед потанчит И не словит Заморозку Кому ты амулет На голду дал Пока никому Я забыл про него Мимиков сносить И все Два мимика Это плохо Прям вообще Нехорошо Ледяной светильник Пока активен Добавляет Плюс два урона Всем союзникам А вот Что у них Три атаки Стой Так выгоднее Светильник Снести Светильник Сейчас дает Четыре урона Да Лучше Фонарь убрать Ну дед Терпи Терпи В общем Да Деду придется Потерпеть О Намного лучше Окей Я пока Не буду выставлять Хломовника Мне кажется Что надо без него Попытаться сыграть Шкатулка С хламом Играется Это хорошо Так Пять урона Да Тебе чуть-чуть Не хватает Демеджа Чтобы сносить Их А можно Тебе дать Можно ему дать Плюс один урон А тогда он шотнет Давай Отлично Здорово Видел ли трейлер Игры Бэкпак Баттл Там добавят Двух новых Персов И кучу всего Ууу Нет Не видел Она в релиз Выходит Битва рюкзаков В релиз Это круто Мне очень нравится Битва рюкзаков Прям вообще нравится Я буду счастлив Поиграть в релиз Просто буду в восторге В марте Релиз 8 марта Отлично Уже не так много Как раз Жене будет подарок На день рождения На день рождения На 8 марта У нее не 8 марта На день рождения На 8 марта Засяду Бэкпак Баттлс На весь день И жене подарю Вместо цветов Рюкзак Так Морозник Бьет Жене подарок Неделя без мужа Ну кстати Может она и будет довольна Слушай я пропущу Один удар Заморозника Пофиг 5 урона Не страшно Так Дед Снесет мимика Мы с гоблина Вообще денег не получили Но мы его уже Не остановим Да Нет Да Гоблина уже не остановить У нас нет снегопушки Ну что ж Ну давай Один раз ударим Гоблина На прощание Звонарь Когда по нему попадают Накладывает Два мороза На случайного врага Вот этот прям Дарксоловский Парень Два мороза На случайного врага Ну надо на него Чернила играть Что Давай снегава Так Ты под чернилами Живуна Давай уберем Хлам Перед тем Как его бить Мы на него кинем Вот это Я думаю Время Выставлять Хламовника Пришло Лучшего времени Не будет И мы сейчас Все втроем Можем бахнуть По нему Просто вот Выдать Салп Смотри Дед Потом снегав Потом сквен У нас 6 9 11 11 Урона Мы его почти Можем добить Если я ускорю Деда Шкатулкой 12 урона Даже Или Мы можем Снести верхний ряд Альтернативно Мы боимся Этого звонаря Вообще По-моему Нет А с верхнего ряда Мы денег Зафармим Давай так Сделаем Сейчас мы Сделаем Все то же самое Только По верхнему ряду Его обилка Нас попортит Нет 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 Мы на него Чернила Перед тем Как бить кинем Смотри Сейчас деда разгоняем Дед и компания Ааа Деда надо было Переставить Тут я Сплеил А нет Все правильно Все хорошо Все нормально Смотри Теперь Мы просто Перед тем Как бить кинем На него чернила А пока что Давай вот так Теперь смотри Ему чернила И усиленную базуку На 4 На 4 заморозки Вот сюда У нас так много хлама Ха-ха Весь хлам И теперь Для комбо Их надо В один ход Завалить Да Смотри Чернила Сюда И Мы делаем Вот так И Теперь комбо Изи Изи Появляются Все новые Новые боссы Да Ого Два Замерзших путника Внизу Ну что Пошли Ва-банк Искать Себе Компаньонов Нормальных И Наверх Весь сокровища Как же круто Что чем дальше Играешь Тем больше Разных боев И элиток Каждый клан Добавляет Протвуников Это правда Хэппи хорс Это правда Так много Но всего Интересного И нового Проверь Колоду На хлам К счастью Хлам Не Переносится Между боями Все хорошо Хлам В общем Только до конца боя Говорите Надо наверх Ити Да Ну на магазин У нас денег Мало Вы правы Стою 40 рублей Для магазина Это мало Но путники Выигрывают Забеги Нет Три сундука Усилят колоду Или испортят Ее альтернативно Сок Пехота Петаха Простите Замороженный Осколок Снижает Эффекты Цели На 1 Расходник Снижает Эффекты Цели На 1 Какая-то Очень Специфическая Да Опять же Это на С Кевана Кидать Чтобы он Никогда Не добавлял Тебе хлам Но если мы потом Хэвену С Кевану Дадим какие-нибудь Приколюхи То они тоже будут Слабее Да Дратути Как здорово Дратути Даркейнер Спасибо большое За донат Спасибо большое За стой Сердечком Живем пока Пока живем Держимся Нормально Ой смотри Прикол Демоническое Сердце Накладывает Очернение И восстанавливает 8 жизней Но Поскольку На нем Морозный укус Теперь оно не Накладывает Очернение Просто лечит На 8 Блин Интересно Я на него Нажал Случайно На самом деле Мне кажется Сок Петаха И был бы лучше Потому что Он жизни повышает Его можно Играть с полными Жизнями Ну а теперь У нас будет Хилка На 8 Микрофон Выключили Знаете кто Пашка Что вы скажете По поводу Обвинений В отключении Микрофона Какие ваши Комментарии По этому Поводу Если у вас Адвокат Молтит Видимо Уверена В своих Действиях Микрофон 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 Ей так Нравится Теперь Прыгать На кровать Со стола Это Усер Жесть Это надо С хламовником Играть Ну вот Смотри Например В первый ход Это будет Никак не Разыграть И во второй И в третий Если там Вдруг Не вытащил Хламовника Или его Никто Не ударил Скевин Делает Стабильные Опилки Нам их Перерабатывать Нужно Уже Солнечной Шкатулкой Это Может быть Очень Сильно Мне кажется Слишком Медленно И мы Его Никогда Не Разыграем Мы уже Взяли Карту Которая Будет Играться Очень Редко Сердце Самая Надежная Здесь Вот Закуска Дешевая Сердито Плюс Два Плюс Два Урона Да Ну Малин Раскаленный Бомб Добавляет Один Безумие Накладывает Четыре Бомбы Ого Бомба Ты нормальный Вообще Ну Весело Было Было Бо Своему Дать Да С Кевену Чтоб Он Два Раза Бил Но Под Бомбами Его Шот Нет Именно Врага Это Это Накладывать Но Тоже Врага Усилит Тогда Коробка Печенья Гиги Добавляет Одну Детальку Всем Союзникам Расходник Я предполагаю Только Союзникам У которых Уже Есть Детальки А Предполагаю Что Дед Не сможет Получить Детальку Окей Коробка Печенья Накладывает Детальку На Одного Пикс Не Залили Еще В игру Окей Она Забагована Ну Млины Быстро Крутить Колоду Ну Млин Замедляет Колоду Я думаю Что Ну Млин Всегда Можно Один Взять Наоборот Ну Млин Замедляет Потому Что Ты Тратишь Ход На То Чтобы Разогнаться На Будущее Это Что Такой Еще Новый Босс Да Какого Черта Инферно Какая Мартышка Класс Дизайн Вообще Суперский Когда Союзник Погибает Получает Его Атаку А Плохо Мини Моку Получает Плюс Одну Атаку Это Нехорошо Дед Слушай Разберись А И опять На золото Детальку Никому Не дал Ну Ладно Так Так Какая Союзник Погибает Его Надо Либо В Перманентной Заморозке Держать Либо Не Бить Союзников Никогда Ему У нас Большие Проблемы На самом деле Огромные Проблемы Нам Надо Снести Его Как Можно Быстрее Либо Чернила На Него Кинуть У меня нет Чернил Чернил В руке Ну Отстой Крутить Искать Чернила Мы Потеряем Хломовника И Снегокрысу В смысле Снегособаку Дед На него Чернила Сделает Через Три Хода Не факт Что мы Вытащим Их А думаешь Заменит А так А думаешь Если я Снесу Я думаю Что он Будет На себя Собирать Лотками Его У него 16 Жизней Окей Давай Начнем С того Что собаку Вызовем Там Посмотрим Вот у нас Две Бесполезные Карточки В колоде Видите О чем Я говорю Ну Блин И вот Мини Живуны Они Оба Замедляют Колоду Вместо Этого Могло Быть Что Полезное Окей С Кевен Плюс Мини Моку Ну Мы Сейчас Снесем Мини Моку Вот Так У него Стало Три Атаки Ах Окей Живу На Кушай Хлам Ну Получается Под него Давай Подставлять Под него Мы Поставим Хламовника А наверху Под удар Снежкобраза Наверное С Кевена Вот так Снегав Туда Сюда И Вот Так А он Бьет В Два Ряда А он Бьет По Обоим Ряда А ну Да Логично Он Большой А Черт Облапряник На Молоток Сыграть Да Мы Пропустили Б Ход И У нас Проблема Нам Нужно Крутить Колоду Да Очень Плохо Все Что Здесь Происходит Так Плюс Две Атаки Всем Ну Вот Я Очень Хочу А Ну Мы Можем С Кевена Кстати Полечить Демоническим Сердцем Мы Сейчас Ходы Будем На Вся Лабуду Тратить Типа Лечение И Все Остальное Смолу На Босса Видишь Сколько Всего Надо Сыграть Прям Все Сыграть Ну Давай Короче Босса Задезейблили Все Он Не Баффается Теперь Можно Спокойно Всех Сносить Осталось Просто Всех Снести 5 Урона 6 7 Урона Под Баффом Надо Снежкообраза Наверное Сносить Хотя Что Снежкообраз Ударит Хломовника Да Шкатулку Вниз Ну Шкатулка Вниз Смотрится Логично Она Сначала Закуску Теперь Шкатулку Причем Шкатулку Нет Молоток Просто Добить Молотком Пока Я хочу Чтобы Снегав Снегав Лучше Наверх Ударить Да Сюда Молоток Смотри Снегав Бьет Наверх Замораживает Снежкообраза Снежкообраз Не атакует Дед 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 Атакует Дед Пускай Бьет Наверх Привет Милый Ты дрожишь Это так Холодно Или тебе Страшно Я дрожу В смысле Кто дрожит Смерть Варлока Спасибо За донат Я не помню Чтоб я хоть Когда Либо Дорожал А Черт Их так Много Три Урона Просто Добить Его Молотком Да Все У нас же Есть Молоток На Три Урона Нет 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 Молотка На Три Урона Есть На Два И к тому Что Здесь Еще Вторая Фаза Наверное Будет Вообще В идеале Мне бы Закидать Вот Этих Чем Небудь Здесь Наверное Вторая Фаза Еще Если Я его Заморожу Мне Это Что То Даст По Моему Нет Это Макака Уже Три Урона Мы Сейчас Проиграем Бей Молотком На Два Потом Увидим Но Это Бесполезно Это Ничего Не Делает Если Я Кину Заморозку Снегав Его Снимет На Следующий Ход Заморозка Уйдет В Молоко По Моему Лучше Пропустить Три Урона Дедом Обоздаем Поиграть Лечилку Нас Кевана Нам Нужно Вот Эту Обезьяну Как-то Сне 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 Заморозку На Макаку Три Урона Вот У меня Молотки На Три Урона Впереди Почему Ну Млино Не Сыграть На Что-то Окей Мы Сейчас Можем Ну Млино Сыграть Например На Заморозку Потому Что Мы Ее Можем И На Следующий Ход Сыграть С тем Же Успех Заморозить Вот Эту Дурацкую Макаку Окей Все Снега Сейчас Снимает Босса Этот Бьет На Один Чернила Нам Еще Могут Пригодиться Крутить Колоду Тупую Скать Что-то Полезное Типа Кхлама Может Чернила На Эту Макаку Чернила Могут Пригодиться Очень Сильно На Босса Давай 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 Макаку Бить Где Достается Три Жизни О Это Обезьяна Недовольна Она Просто Получает Плюс Одну Атаку У нее Тридцать Жизней Как мы Ее Будем Проходить Бьет На Два По Двум Рядам Мы Мертвы Мы Сейчас Проиграем Тридцать 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 Беж На Один Ладно У нас Есть Урон В Принципе Непонятно Как Нам Выжить На Кого Кидать Чернила Чернила А Потом Хилится Чернила На нее Перед тем Атакует Нужно Вот Эту Обезьяну Победить Верхнюю У нее Слишком Много Урона Обезьяна Нам Ваншот От Любого Мы Ничего Не Можем С Тим Сделать Чернила На Босса Всех В Один Ряда Крутить Колоду Для Хила Хорошие Планы У вас Наполеоновские Только Там Еще Кроме Небосса Еще Три Чувака Есть Три Два Один Урона Два Да Ладно Тебе Зая Это Не Страшно Первый Раз Что Ли Чернила По-моему Не Нужны Надо Просто Крутить Два Урона Три Урона Сколько Мы Получаем Сейчас 5 6 7 Урона Дед Хочешь Героически Затанчить С С Кевина 8 Максимально У деда 10 Дед Дед Выгоднее А мы Лечим Деда И Хлама В руке Так Много Давай Дед Держи Удар Красавчик Окей Нам Нужно 18 Урона Давай С Кевина Разгонять Да Короче Сейчас Всю Команду Придется Жертвовать Перед Три Урона Тапец Молотки Не добивают Что в Доборе Молоток Четыре Плюс Восемь Двенадцать Плюс Три Пятнадцать Шестнадцать Восемнадцать Мы ровно Добиваем Если Сейчас Играем Молоток Правильно По-моему Да Разгони С Квена Разве Это Выгоднее Тогда Мне Не хватит Урона Чтобы Добить Мне Нужно Молоток Играть Смотри Так И Теперь На этот Ход Играть Что-то И не Терять Всех И это Невозможно Мне надо Прокрутить Еще руку У меня Тупо Четыре Хлама В руке Рип Дед Так Давайте Думайте Че Сразу Рип Один Четыре Три А Черт Было бы у деда Четыре жизни Зашла А у вас тут Такое веселье С кучей Хламов Колодей Дед Старьевщик Очень нравится Игра Чату Обнимашек Кошкам Любви Варлочку Решетка Антируина Решетка Антируина Булочка С любовью Спасибо Большое Спасибо Огромное Патефон На Свена Не помогает Сейчас увидите Не успеваем Одного Хода Не хватает Видите Спасибо Булочка С любовью За 320 Сердечек Мы тут Синих Кормим Синяя команда Рубит Джекпот Мы буквально Ничего не можем Сделать Есть Ачивка На прохождение Босса С 50 Урона И выживания Интересно Можно ли Ее пройти Дэмом Есть Ачивка На Саму Фиговую Колоду В истории Блин Какой Трэш 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 Трэш